Привет друзья! В этом видео я расскажу и самое главное покажу, как сделать, не побоюсь этого слова. Правильный, высококачественный аккумулятор для электроинструмента Makita. Как-то одним прекрасным солнечным днем, находясь на просторах Aliexpress, мне в подборке попались вот такие вот наборчики. Набор состоит из корпуса и BMS внутри. Этот практически готовый набор подразумевает то, что вы купите его, поставите внутрь литиевые элементы форм-фактора 18650 в количестве 10 штук и получите полноценную, качественную, правильную батарею для электроинструмента Makita. Кто следит за моим каналом, тот знает, что я давно нахожусь в поиске качественного корпуса для электроинструмента Makita с полноценной BMS. Потому что то, что сейчас присутствует на рынке, это выглядит вот так вот. Здесь могут присутствовать элементы, если это готовая батарея. Либо это может быть просто корпус с холдерами и вот этой вот обманкой. Вот так вот все чудо выглядит обманка. По сути, здесь никакой силовой части нет. Просто обманка для зарядного устройства, чтобы зарядное устройство думало, что в нее вставлен оригинальный аккумулятор Makita. Естественно, никаких защит здесь нету. Непонятный вот контроль по одной ячейке есть, то бишь подключена она к минусу. И здесь контролируется только одна параллель. Я знаю, что так оригинальная Makita тоже делает, но там используются высококачественные элементы, которые подбираются по емкости и по внутреннему сопротивлению. И деградируют они примерно одинаково. Поэтому они считают, что достаточно только контролировать одну параллель. Хотя я считаю, что это неправильно. Ведь практически эта плата ничего не стоит. Копейки. Доллар другой к себестоимости. Относительно того, сколько стоят оригинальные аккумуляторы Makita, это просто копейки. Но бывает, что оригинальные аккумуляторы Makita тоже идут с контролем только по одной параллели. Что очень, очень плохо. Не то, что плохо, но это неправильно. Тем более для такого известного бренда. Пусть он не самый крутой и сейчас уже не то качество, как раньше, но все равно. Как-то они падают лицом в грязь. Как вы понимаете, время от времени я заказываю подобные девайсы на тесты и смотрю, что там нового придумали китайцы. Здесь ничего нового. Есть еще плата с семисегментными модулями и там заряд отображается в процентах. Как вы понимаете, этот аккумулятор это тоже полнейший хлам. Но однажды наткнувшись на вот эти наборы корпуса с BMS, сейчас вы видите на экране, как это выглядит на странице продавца. Я подумал, что может быть это очень неплохой вариант, чтобы сделать аккумулятор. На сегодняшний день у меня вот такой вот аккумулятор для моей ветродуйки Makita. Так как эта ветродуйка не имеет контроля по напряжению, никаким образом не контролирует элементы и степень их заряда, то она может разрядить вот такой вот аккумулятор и его отдельные элементы ниже положенного, а то и бывает в ноль. Особенно, если элементы имеют разную емкость, то те элементы, у которых маленькая емкость, уйдут в глубокий разряд. Этот корпус это полная копия вот такого вот корпуса без элементов. Я покупал его как отдельный корпус без элементов с вот такой вот платой обманкой для зарядного устройства. И чтобы сделать из него полноценный аккумулятор, как вы понимаете, здесь три ряда по пять элементов. Вместо одного ряда я поставил BMS на 5S, то есть 18 вольт, полный заряд 21 вольт. Но оригинальное зарядное устройство, а также китайские зарядные устройства Makita не хотят воспринимать такой аккумулятор, выдают ошибку и так далее. Так как для меня это не проблема, я заряжаю этот аккумулятор моими универсальными зарядными устройствами и проблем не ощущаю. Но все равно, увидев такой лот, я очень сильно заинтересовался и подумал, что это будет очень интересно как для меня, так и для вас. Если вам это интересно, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также напишите, как вы считаете, качественный это будет продукт или нет. С виду очень даже хорошо выглядит. Итак, что представляет из себя этот набор? Кнопка. Сама плата BMS. Это сердце этого набора. Полноценная плата. Стоит датчик температуры. Здесь стоят выходные ключи. Единственное, у меня есть сомнения, справятся ли они с большими токами. Также здесь есть миниатюрный зарядный полевой транзистор. С зарядным током в 3 А он должен справиться без проблем. Больше здесь ничего особо интересного нет. Микросхема здесь затерта. Лазером с нее снят слой и маркировку здесь посмотреть невозможно. Далее, что есть еще внутри? Холдеры, которые состоят из двух половинок. Набор никелевых перемычек, набор болтов, наклейка на индикатор заряда, пружина. Все как обычно. В этом наборе китайцы положили довольно качественные никелевые перемычки. Собственно, вот он весь набор, что он из себя представляет. Итак, чтобы из этого комплекта собрать правильный высококачественный аккумулятор, то элементы нужно использовать правильные и высококачественные. Я буду использовать так называемые в народе шоколадки. Производитель LG. Модель HG2. Они на 3000 мАч. Установив сюда их 10 штук. 5 последовательно, 2 параллельно. Получим емкость в 6 Ач. Собирать батарею проще простого. Если установить плату на холдеры, то здесь мы видим, на плате указано B+. Здесь указан B-. Значит, сюда мы вставляем элементы, чтобы здесь был минус, а здесь плюс. То бишь, если здесь плюс, то тут минус. Здесь будет плюс-минус, 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 плюс-минус. Перед тем, как устанавливать элементы в холдеры, нужно обязательно на плюсовые выводы наклеить вот такие вот изоляционные шайбочки. Чтобы при приваривании никелевых перемычек к плюсовым выводам не произошло замыкание. Бывает, прожигает, повреждает диэлектрик и происходит замыкание. Чтобы такого не происходило, как раз и нужно устанавливать эти вот шайбочки. Они изолируют никелевую перемычку от плюса и от минуса стакана, вот в верхней части. Элементы установлены. Теперь нужно установить перемычки. Здесь невозможно перепутать. У них здесь выбиты отверстики. И здесь на холдере есть штырьки. Перемычки подойдут только лишь в те места, куда предусмотрена их установка. Также можно сверить себя по плате, но главное ее заранее не устанавливать, потому что вдруг вы неправильно поставите. Здесь можно коснуться вот этими вот частями. Они прикасаются к элементам, они могут прикоснуться к плате и что-нибудь здесь сжечь. Просто примерно сверху ставите и смотрите, правильно ли вы поставили все перемычки. Но опять же говорю, здесь очень сложно все перепутать. установил перемычки. Они в свои пазы вставляются. Штырьки не дают им гулять. И привариваю. На один раз прихвачу, потом еще раз. все теперь с обратной стороны тоже надо все проварить и устанавливать плату БМС. Перемычки приварены к элементам. Сейчас перед тем, как устанавливать БМС, нужно еще раз убедиться в правильности полярности. Здесь минус, здесь плюс. Да, все верно. Можно устанавливать БМС. Легко заходит в пазы. И теперь можно пропаять все вот эти вот места. Никелевые перемычки припаяны к плате БМС. И сейчас нужно смыть флюс. Использую изопропиловый спирт. Батарея практически собрана. Осталось припаять индикатор заряда. Вот здесь вот есть на плате Л минус и Л плюс. Л плюс нужно припаять к Б плюсу. Л минус к Б минусу. Единственное, что не положил продавец в комплект, это провода для того, чтобы припаять индикатор заряда к плате БМС. Но благо провода у меня есть. Сейчас я без проблем это сделаю. Длину нужно выбрать по месту. Здесь большая длина не нужна. Буквально сантиметра три-четыре. Все, индикатор заряда припаян. Совсем забыл сказать, что перед тем, как запаивать плату БМС, нужно вот этот вот термодатчик отогнуть, чтобы он касался элементов. Иначе он будет показывать погоду и по температуре будет срабатывать неверно. Кстати, во время всех вот этих манипуляций БМС может уходить в защиту и индикатор заряда может не работать. Но не пугайтесь. После того, как вы вставите в зарядное устройство, плата выйдет из защиты и будет работать нормально. То есть, ей не важно, в каком порядке вы подпаиваете вот эти вот балансировочные провода. Единственное, что она может уйти в защиту. Но из защиты быстро выходит после того, как батарея ставится в зарядное устройство. Также нужно обязательно проверить верхний и нижний пороги отключения БМС. Элементы заряжены практически полностью. На всех элементах 4,09 вольта. Ставлю на заряд. В режиме Акадмия. 10 ампер даю. Через зарядный порт обязательно. Зарядный транзистор немножко нагревается. 48 градусов. 53. Продолжает температура расти. Ну конечно, такой большой ток в 10 ампер. Такой 3,3 вольта БМС не отключает. Очень странно. Конечно, с правильным зарядным устройством такого не должно быть. Но если применять некачественные элементы, то перекос напряжений может быть. И теоретически можно перезарядить какой-то из элементов. Но я здесь применил качественные элементы. Они отбалансированы и напряжение на них примерно одинаковые. Но это не есть хорошо, что БМС не отключает. Хорошая БМС отключает при 4,25 вольта. А здесь уже 4,34 вольта. И отключение не происходит. До 4,4 заряжу. Если не отключат, то дальше мучить элементы не буду. Да, печально, печально. На фига было ставить тогда этот транзистор сюда. Но он греется. Значит это не просто какая-либо перемычка. Хотя может быть просто перемычка какая-то. Температура 58 градусов на транзисторе. 4,39 вольта. Отключение не происходит. 4,4 вольта. Да. Выключаю заряд. Печально, печально. Я уж думал, что это БМС будет очень хороший. Надеюсь, хоть нижний порог работает. Поставлю на разряд в режиме лития. 10 ампер. Температура около чуть больше 40 градусов. 45 может быть. Неплохие транзисторы при таком токе всего лишь два штуки. И они особо не греются. Увеличу разрядный ток до 20 ампер. 50 градусов. 55, 56, 58. Да, температура растет. 60. Ну да, уже чувствуется. Но еще держать можно. 70 градусов. При таком токе и напряжении потребляемая мощность более 360 ватт. Обычные шуруповерты без проблем будут работать. 78, 79, 80 градусов. Снижу ток до 15 ампер, чтобы не перегреть транзистор. Все, пусть разряжается. Главное не прозевать момент отключения. Если, конечно, оно произойдет. Что-то я уже сомневаюсь, что нижний порог будет работать в этой БМС. Верхний не работает. Итак, 4,6 ампер часа израсходовано. Что тут с напряжениями? 3,2. 3,2 везде. 74 градуса здесь. Да, жарко. Ну вот эти места, куда я подключил клеммы, тоже нагрелись. На них температура около 80 градусов. Сам аккумулятор тоже значительно нагрелся. Получается вот на этой параллели минимальное напряжение. И на вот этой тоже. При напряжении 2,73 вольта произошло отключение. Неплохой порог, очень даже бережный порог для литий-ион элементов. Можно сказать, это для химии литий-НМС. Но эти элементы тоже будут служить очень долго с такими порогами. Плохо, что у этой БМС не работает верхний порог. Конечно же, хотелось бы, чтобы верхний порог тоже работал, потому что мало ли что. Мало ли, какое будет зарядное устройство и какое будет у него напряжение на выходе. Вдруг оно будет больше, чем 21 вольт. Чтобы не перезарядить и не испортить элементы, нужно, чтобы верхний порог тоже работал. Но в большинстве случаев с хорошим зарядным устройством, а также если установлены хорошие качественные элементы с одинаковой ёмкостью, с одинаковым внутренним сопротивлением, перекоса по напряжению не должно произойти и никакие элементы не будут перезаряжены. Сейчас немножко подостужу аккумулятор, чтобы поставить его немножко на зарядку. Соберу корпус и буду проверять как раз вот с этой витродуйкой. Итак, аккумулятор собран. Немножко я подзарядил его моим зарядным устройством. Совсем чуть-чуть. Хочу проверить его на своей витродуйке. Если я резко нажимаю на кнопку, то вот эта вот батарея с BMS на 50 ампер уходит в защиту. Здесь же такого не происходит. Да, отлично работает. Вот чтобы вы видели, как работает эта BMS. Поэтому приходится немножко раскручивать потихоньку и потом давать на полную. Если резко я нажимаю, то BMS отключается. Прям очень нравится мне, как работает эта батарея. Отлично. Да, верхний порог, конечно же, расстраивает, что он не работает. Но пока что это самый лучший вариант, который есть на китайском рынке из комплектов корпуса с BMS, чтобы можно было самому собрать качественную батарею. Так, сейчас я проверю еще на китайском зарядном устройстве Makita, будет ли она заряжаться. Так, зарядка идет. Но, допустим, эта батарея выдает ошибку. Видимо, ей что-то не нравится. Хоть обманка там внутри и стоит, для зарядного устройства. Но это несколько секунд. Секунд 5-10 заряжает, пытается еще раз зарядить. И потом пишет, что 100% заряжено и отключается. Но с этим аккумулятором вроде нормально работает. Отлично. Кстати говоря, ссылку на это зарядное устройство тоже оставлю в описании. Вдруг кому понадобится. Доволен очень этим зарядным устройством. Очень хорошо работает. Кстати говоря, на тепловизор тоже оставлю ссылочку. Неплохой тепловизор. Один из самых дешевых, но с своей функцией справляется. Что-то такое посмотреть. Измерить по-быстрому температуру очень даже ничего. Встроенный аккумулятор. Можно даже флешку поставить. Она в комплекте идет, чтобы сохранять фотографии. Незаменимая штука во многих областях науки и техники. По крайней мере для меня очень сильно облегчает процесс тестирования. Сразу же видно температуры. И на монтаже потом проще. Вообще, прям я очень доволен. Но аккумулятор меня тоже радует. БМС, который внутри стоит, нормально работает с этим зарядным устройством. Прям отлично. И напряжение отображает. Кстати, ток здесь не совсем правильный. Я уже снял обзор на это зарядное устройство. Там я покупал его с двумя аккумуляторами. Они оказались не очень качественными. Но, надеюсь, руки дойдут смонтировать это видео и выложить. На этом у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно ставь лайк, если понравилось. Если не понравилось, дизлайк. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях. Это очень сильно помогает продвигать видео и канал в целом. Оставляйте комментарии, желательно осознанные, от 5 и более слов. Так алгоритмы YouTube лучше работают. И это помогает также продвигать видео и канал в целом. Я хочу, чтобы как можно больше людей знало, что можно делать качественные и дорогие аккумуляторы для электроинструмента Makita с практически полноценной БМС, которая также полноценно работает с зарядными устройствами Makita. До новых встреч на канале, друзья! Всем пока!